В эфире канала 16 актуальное интервью. Меня зовут Лидия Шулаева. Здравствуйте. Гость нашей студии, нашего прямого эфира сегодня главный врач КБ-50 Сергей Борисович Оков. Сергей Борисович, здравствуйте. Свой вопрос Сергею Борисовичу вы можете задавать по телефону 60131. Но по традиции наши прямые эфиры анонсировали заранее, примерно за полторы недели, поэтому вопросы в редакцию уже поступали, и мы начнем с вами беседу, а зрители будут присоединяться. Разбила вопросы по блокам, и первый блок касается нехватки врачей. Это, наверное, очевидно, потому что волнует очень многих. Елена Александровна Шарова спрашивает, когда в детской поликлинике появится эндокринолог, его нет больше года, обещали, что до конца 2018-го он появится, но до сих пор нет. Ну, с врачами действительно есть проблемы, особенная проблема с узкими специалистами, поскольку вот в ВУЗе уже второй год выпускают специалистов широкого общего профиля, которые могут работать только участковыми терапевтами и педиатрами. И в этой ситуации у нас есть целый ряд специальностей, которые являются остро-дефицитными. Один из них детский эндокринолог. Приходил к нам специалист, проводили предварительные консультации, возможности приема ее на работу, но она все-таки предпочла работу в частной клинике. Это для человека тоже понятно, поскольку условия оплаты там некоторым образом отличаются. Мы делаем достаточно много для этого. У нас большая программа по привлечению молодых специалистов, по их закреплению. Надо сказать, что примерно 50 сейчас, под 50 человек воспользовались беспроцентными судами, которые мы им дали на приобретение жилья, то есть мы их здесь у себя задержали. Значит, мы ведем работу по привлечению жителей города и по обеспечению льготного приема в медицинские вузы. Мы выдаем направления целевые с минимальным конкурсом. Мы поддерживаем молодых специалистов, которые учатся последний год и приезжают к нам на работу. Сейчас есть предварительная договоренность с федеральным агентством о том, что нам беспрецедентное количество направлений в ординатуру, это следующий уровень образования, там порядка 15-16 за счет средств Минздрава, нам для нашей больницы будут выделены. И людей мы уже как бы подобрали. В ближайшее время у нас специалисты сказать, что мы можем обеспечить специалистам детским эндокринологам. У нас пока специалиста нет, но мы сейчас рассмотрим возможность либо переобучения одного из эндокринологов взрослых, это 5-месячное переобучение, либо может быть переобучение кого-то из педиатров. Хотя с педиатрами у нас тоже проблемы с врачами. Так сложилось, что по терапевтам есть существенный издвиг по количеству приезжающих врачей. Педиатры не очень хотят ехать на работу в поликлинике. Мы не предоставляем жилья, ничего не хватает. Значит, сейчас и жилье мы предоставляем, и зарплата у нас достаточно высокая. Но это общая тенденция сегодняшней для страны. Беседуя тут с одним из потенциальных, я спросил, по какой специальности вы хотите работать? Он сказал, что по любой, где поменьше пациентов. Понятно, что такой специалист нам не подошел, потому что мы с ним даже перестали. То есть сказать, что для нас эта проблема неизвестна, она известна, но пока каким образом в ближайшее время ее решить, я не знаю. Сегодня опять касается лечения детей. Буквально вот сегодня, ближе к эфиру, было сразу несколько звонков. Подтвердите или опровергните слух, что из детской поликлиники убирают ставку лаборанта по забору крови из пальца. И у детей, в том числе и у младенцев, кровь будут брать из вены. Правда ли это? И если так, то почему? Ну, это как всегда, правда наполовину. Значит, лаборант действительно кровь брать не будет. По стандарту этим будет заниматься медицинская сестра. И она сейчас просто идет в период обучения медицинских сестер. Мы добавили в процедурные кабинеты медицинских сестер, потому что в поликлинике примерно 100-120 детей. Забор крови происходит. 120 в какой период? В день, ежедневно. Из них часть еще, вот из этой 100-120, еще примерно 15-20 заборов на дому. Поэтому, как бы, то, что мы переходим на забор крови медсестрами, как бы, да, это правда. Значит, то, что будем у детей брать кровь из вены, это неправда. То есть, в основном сохранится забор из, как бы, из пальца капиллярной крови. Но у взрослых мы переходим в основном на забор из вены. Почему? Потому что вот венозная кровь, она позволяет гораздо точнее и гораздо шире провести анализ, но и на более, как бы, дешевых, с точки зрения затрат человеческих затрат оборудования на автоматизированном оборудовании. Поэтому у взрослых будем преимущественно забирать из вены. У тех, у кого нет вены, и капиллярную кровь будем брать. У детей пока преимущественно будем забирать из, как бы, из пальца. Потому что понятно, что ребенка зафиксировать даже для забора крови из вены, это достаточно сложно. Младенца-то легко. Двугодовалого попробуйте уложить и удержать. Вот это будут проблемы. Следующий блок вопросов, тоже немаленький, касается врачей-онкологов. Наталья Борисовна спрашивает, почему так мало онкологов в Сарове, при том, что много женщин, страдающих онкологией молочных желез. Достать талон на УЗИ невозможно. Говорит, что встала на очередь она на талон в июле, чтобы подтвердить диагноз. Так и не дождалась, пошла на УЗИ платно. Телефона ее нет. Есть, я вам обязательно передам. Но вот, тем не менее, такая ситуация, что не могут женщины попасть на УЗИ. Ну вот сейчас, когда 20 лет я начинал работать в руководителе больницы, было два врача УЗИ. Сейчас их 9. И все сегодня как бы работают на бесплатном приеме. Мало того, что, учитывая, что мы получили новое оборудование, которое мы гораздо выше классом, нежели тем, что 20 лет назад, у них увеличился еще и объем работы на эту самую наставку. Поэтому вот на сегодняшний день по УЗИ вопрос, я не скажу, что мы обеспечили все 100% потребности, но он в целом определен. Значит, у нас есть как бы такой механизм, это нужно, я думаю, что нужно знать всем. То есть, если вы не решаете вопрос со врачом, с лечащим, вы можете обратиться либо к заведующему отделению, либо к заведующей поликлинике. Если вы не решили вопрос на уровне поликлиники, значит, у меня достаточно много коммуникаций, с которым быстро можно связаться со мной. То есть, уходить на вас, если полгода ждет талон? Ну, вот я думаю, что... В вопросах онкологии полгода это очень много. Конечно. Нет, при подозрении на онкологическое заболевание есть стандарт. В течение 10 дней мы должны решить, либо мы можем здесь сами поставить диагноз и ставим его, либо направить в специализированные учреждения. Я думаю, что здесь, как всегда, есть нюансы. Я считаю, что исследование, которое нужно ждать полгода, оно бессмысленно. То есть, вот, как бы, в принципе, это само бессмысленно. Что касается врачей онкологов, да, это действительно дефицитная специальность, но мы с ней справляемся. Сколько у нас сегодня онкологов? Значит, у нас на сегодняшний день три онколога, и сейчас еще один онколог учится, как бы, на курсах, то есть будет еще один онколог. Это я имею в виду и в стационаре, и в поликлинике. Другой вопрос, что сейчас на этих врачей, как бы, увеличился объем работы. С появлением новых химиопрепаратов современных появился, как бы, шанс продлить, и иногда даже на бесконечное время продлить жизнь, даже при тяжелом онкологическом заболевании. И поэтому сейчас, как бы, врачи, ну, существенно больше уделяют внимание своим пациентам, поэтому охват на одного онколога, или там нагрузка на одного онколога, она возрастает. Значит, мы только сегодня, как бы, очередную редакцию, мы обсуждали кабинеты, добрачебный онкологический кабинет, где пациенты будут, часть пациентов будут общаться на уровне медсестры, тем, у кого установлен диагноз, или тем, у кого нужно пройти какие-то обследования, медсестра их будет обеспечивать и контролировать сроки прохождения. Они достаточно жестко контролируются и государством через страховые компании. Поэтому я думаю, что вот по онкологии будет, наверное, та же хорошая перспектива, как по заболеваниям, сердечно-сосудистым заболеваниям. То есть на сегодняшний день, ну, вот я, как бы, могу сказать цифру, то есть мы уменьшили в два раза, в два раза смертность от инфаркта миокарда. Если еще пять лет назад у нас умирало 150-200 человек в год, то за прошлый год умерло только 75 человек. То есть это, как бы, такие существенные, да, вдвое. Да, мы, как бы, уверенно, ежегодно снижаем смертность по городу. И я думаю, что вот такая же программа, она сейчас государством финансируется, контролируется, соответственно. Сейчас очень жесткий контроль со стороны государства. И я думаю, что она тоже даст свои результаты. Тему онкологии мы с вами еще продолжим. Мне сейчас сообщают, что у нас есть звонок на линии. Я слушаю. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Нина Александровна. Здравствуйте, Нина Александровна. Здравствуйте, Нина Александровна. Задавайте ваш вопрос. По работе скорой помощи. Когда вызывают на дом врача скорой помощи, и нужно человека госпитализировать, и пенсионеры бегают по подъезду, ищут, чтобы вынесли этого человека в карету скорой помощи. Неужели у нас нет санитаров, чтобы могли вот это все сделать? Да, Нина Александровна, это действительно проблема, но причем проблема с двух сторон. Ну, как бы могу доложить, что санитаров нет. В порядках оказания скорой медицинской помощи санитаров для переноски больных не существует. Нет. Как быть? Значит, в этой ситуации обязанность проводить госпитализацию лежит на врачей или на фельдшерах, руководителей этой бригады. Как быть? Я сам начинал здесь со скорой помощи, начинал еще и в то время, когда в 11 часов вечера лифты отключались. И с 8-9 этажа мы носили разного веса пациентов, мы обращались к соседям, и я не помню случаев, чтобы кто-то отказал. Я думаю, что, наверное, здесь есть два направления, по которым мы работаем. У нас есть договоренность МЧС в экстренных случаях, они нам помогают. Но понятно, что мы их на каждую госпитализацию вызывать не можем. И в экстренной ситуации, поверьте мне, врач, фельдшер, мужчина или женщина, он возьмет больного на руки и побежит бегом. То есть, видимо, вот эти ситуации не возникают, когда нужна госпитализация, но не экстренная. Но в этой ситуации надо все-таки обращаться к соседям, и соседям, жителям города помогать. Мы должны все помогать друг другу. — Познакомьтесь с соседями и начинайте с ними дружить. А я напоминаю, что ваши звонки мы принимаем по телефону 60131. Пока вернемся к теме онкологии. Любовь Ивановна спрашивает, почему онкобольным неработающим пенсионерам отменили бесплатный анализ на онкомаркер? 3000 рублей, она говорит, стоит. Это дорого для пенсионеров? — Честно сказать, вообще не знаю. У нас никогда не было платных анализов на онкомаркеры. То есть были ПСА и СА-125, но они либо в рамках программы, которую финансирует Федеральный ядерный центр, либо какой анализ стоит 3000, я сказать не могу. Мне просьба, пусть наш житель оставит координаты или перезвонит и более конкретно скажет ситуацию. — Хорошо, идем дальше. Наталья Владимировна, будет ли открыто онкологическое отделение в виде стационаров КБ-50 и когда? — Нет. Значит, онкологическое отделение открыто не будет. На сегодняшний день существует четкая маршрутизация оказания медицинской помощи. Наш уровень — это диагностика, направление на специализированные онкологические центры. Это либо Нижний Новгород, как для большинства жителей Нижегородской области. У нас есть еще возможность федеральные центры это самое направлять. — Ну и насколько я знаю, в Нижнем какой-то крупный центр планируют строить? — Ну, планируют строить, да, но у нас, например, есть ФМБЦ имени Бурназиана, бывшая шестая больница. Это лучшая, одна из лучших в стране онкологических центров. — Это в Нижнем Новгород? — Нет, это в Москве. — Это в Москве. Те, кто жители города, они знают, что такое шестая клиническая больница, знают большинство жителей города. И в этой ситуации есть федеральный ФНКЦ, это бывшая 83-я больница, там другая специализация. Есть 119-я больница, там как бы третий вид специализации. То есть направлять на лечение, я считаю, что это абсолютно правильно, поскольку в этих центрах делаются десятки операций в день. Мы операции будем делать десятки в год, они будут делать десятки в день. Поэтому наша задача вовремя выявить, направить и после этого выполнить рекомендации по лечению после того, как проведено какое-то радикальное лечение. — Продолжаем тему. Должна ли быть у врача-онколога индивидуальная программа наблюдения больных, чтобы он их вызывал, при этом пациент будет знать точную дату следующего приема? — Да, должна, это предусматривается, как бы современное требование. Значит, у нас мы это начинаем реализовывать, и вот тот кабинет, который, я сказал, который мы организуем, будет следить за точными сроками выполнения всех рекомендаций. — Сколько врачей-онкологов необходимы нашему городу? — Ну, вот оптимально, наверное, четверо, которые постоянно работают. К сожалению, вот те врачи-онкологи, которые у нас есть, они все работают постоянно, ну, в связи с личными какими-то проблемами. У кого там дети болеют, кто-то в декретный отпуск уходит. То есть, вот четыре, если будет четыре постоянно работающих врача, то будет достаточно. — Татьяна Александровна спрашивает, когда во взрослых поликлиниках появится врач-гастроэнтеролог? — Ну, вот я думаю, что в ближайшее время врач-гастроэнтеролог не появится, но и как бы повода появляться ему нет. Почему? Потому что у нас терапевты подготовлены в том числе по гастроэнтерологии, и практически много терапевтов имеет еще дополнительную подготовку. То есть, сегодня современное состояние гастроэнтерологии, за исключением очень редких случаев, когда требуется какое-то уникальное лечение и обследование, то в этих случаях мы имеем возможность направить либо в стационарное отделение, либо на консультацию. Поэтому вот гастроэнтерология — это часть, небольшая часть терапии, ничего там такого специфического. Я сам почти 10 лет работал в гастроэнтерологии, чтобы не знал терапевт, нет. — Тоже опять несколько вопросов, я их объединила. Спрашивают люди про объединение женского и мужского отделения в психиатрическом отделении. Женщина говорит, что она боится ложиться, потому что там мужчины почему объединили и зачем, это первая часть вопросов. Вторая часть вопросов — объединили буйных и спокойных пациентов. Сейчас они все вместе, и буйные пациенты, цитирую, наводят в отделение ад. Как руководство больницы смотрит на вопрос безопасности медперсонала и остальных спокойных пациентов? — Вы знаете, я думаю, что этот вопрос, скорее всего, что от людей, насмотревшихся американских фильмов. Поскольку, да, действительно, объединили. Для чего это сделано? Для того, чтобы создать в конечном итоге лучшие условия. — Объединили мужчин, женщин, буйных, спокойных, всех. — Нет, 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 нет. Нет, значит, всегда в каждом отделении были палаты под усиленным наблюдением. Сейчас, как таковых буйных, которые поступили в отделение, сегодня современные медикаменты позволяют вот это буйство достаточно быстро купировать. Достаточно быстро, самое быстрое, быстро купировать. Почему мужчин и женщин объединили, мы как бы сделали дифференциацию по другому принципу. Есть люди, которые не способны за собой ухаживать. Есть люди, которые способны за собой ухаживать, которые социализированы и которых можно вернуть к нормальной жизни. И вот там, где мы выделили тех, у нас отделение сестерского ухода, в этом же отделении есть, где концентрировали людей, которые не способны за собой ухаживать, которые создавали ту непередаваемую атмосферу. Она действительно очень тяжелая была атмосфера в психиатрическом отделении. Поэтому ничего страшного в объединении мужчин и женщин нет. Если есть необходимость показания для лечения, пожалуйста, приходите. Это самое полечит. Я буквально позавчера, в пятницу, был в этом отделении. Там стало значительно лучше, нежели чем было до этого. Там стала другая атмосфера, поскольку вот эти лежачие больные, они сконцентрировались несколько в другом помещении. А буйные они угрозы не предоставляют? Значит, у нас в отделении, я вас без камеры могу провести по отделению, вы поймете. Значит, там осуществляется надзор. Я боюсь, что я тоже насмотрелась американских фильмов, и ваши предложения мне несколько пугают. Да, круглосуточный надзор за больными. То есть там у каждой палаты или у группы палаты стоят медицинский персонал, который следит за поведением больных. Значит, у нас чаще проблемы возникают не в психиатрии, а чаще проблемы возникают в соматических подразделениях, когда людей либо с нервной навешенной психикой, либо после интоксикации алкоголем и наркотиков мы госпитализируем в соматическое отделение. Вот там больше опасности для персонала и для окружающих. В психиатрии такой опасности нет. Еще один большой блок вопросов возник, он в связи с тем, что с 11 февраля отменили льготы диабетикам. Я понимаю, что это может быть вопрос не совсем по адресу, потому что решение об этих льготах принималось не вами. Но так как касается медицины, все-таки люди спрашивают, вот отменили компенсацию на приобретение тест-полосок и расходников. С чем это связано, может ли быть это изменено, могут ли эти льготы вернуть? Вы знаете, вы не совсем правы, поскольку одним из инициаторов возникновения этих льгот, уже лет 15-17, был я. То есть больница... 15-17 лет назад. Да, больница в те очень сложные времена выступила с инициативой. И в очень сложные времена для города Саров, вот команда, которую возглавлял Геннадий Закирыч Каратаев, тогда были несравненно сложные. Это был, наверное, 98-99 год, дефолт, отсутствие медикаментов, тем не менее, приняло решение защитить самых обездоленных людей. Почему? Потому что отсутствие либо средств диагностики, либо средств лечения для сахарного диабета, это не только физические изменения, но это существенно психологические изменения. И тогда приняли две программы по нашей инициативе. Мы отказались от денег, которые давала администрация больницы, для того, чтобы защитить две программы. Эта программа была по сахарному диабету и брахиальной астме. Тогда еще была проблема по поддержке людей с брахиальной астмой. По брахиальной астме произошла медикаментозная революция. На сегодняшний день это заболевание стало существенно легче купироваться. Значит, лекарства стали существенно дешевле. И эта программа потихонечку как бы угасла за отсутствием надобности. Значит, по сахарному диабету я считаю, что это... Вернее так, я не могу судить действия администрации, потому что я не знаю их внутренние обстоятельства. Но с точки зрения поддержки вот этой вот категории, я считаю, что мы здесь допускаем ошибку. Тем более, что эта поддержка была символическая. Там в рамках как бы вот бюджета городского, может быть, это самое там, денег-то не очень много, там 3-4 миллиона рублей годовые затраты. Значит, мы сейчас обращаемся в Минздрав Нижегородской области с просьбой там как бы посмотреть на возможность дополнительных как бы выделения. Ну, там есть тоже в федеральной программе есть свои ограничения, связанные с российскими как бы глюкометрами, российскими полосками ограничения по тяжести это самое заболевание. Ну, я хочу надеяться, что к этой программе и депутаты, и городская администрация вернутся, ну, и каким-то образом ее разрешат, поскольку это такая очень защищенная часть. Вот я могу сказать, что... Ну, я действительно боюсь, что когда нет льгот на тест-полоски, люди будут экономить и где-то не контролировать, а это опасно. Это опасно. Это действительно опасно. Я думаю, что если этот вопрос не решится, мы, наверное, откроем доврачебный кабинет, где можно, придя к нам, проконтролировать таком оперативном режиме сахара. Но это не решит все вопросы, потому что некоторые могут не дойти по причине там отсутствия сил, там желаний, может быть, там занятости. Тем более, что сахарный диабет — это то заболевание, которое на финальной стадии государство будет нести существенно большие затраты на содержание этого байта самобольного. Поэтому я бы считал, что здесь мы должны приложить совместное усилие. Ну, вот если раньше нас приглашали для обсуждения этих вопросов, то могу сказать, что в последнее время администрация самостоятельно, без участия профессионалов, эти вопросы обсуждает и решает. — Я скажу, что в этот раз, в конце прошлого года, вас все-таки приглашали, и вы высказали свою позицию Дума. — Не администрация. Да, меня пригласили там инициаторы из Думы и попросили прийти родители тех детей, у которых, собственно говоря, эти полоски решали. Я так понял, что я-то попал на стрию конфликта между Думой и администрацией. Поэтому, наверное, здесь надо каким-то образом этот вопрос решать. — Еще один вопрос. По новому закону от декабря 2018 года детям с сахарным диабетом обязаны выдавать расходные материалы. Когда и как? Где их можно будет получить в Сарове? — Не знаю. Это, скорее всего, через социальную защиту. Мы не занимаемся уже достаточно давно бесплатным обеспечением. Был такой период, когда это было возложено на больницу, но уже больше 10 лет мы этим и занимаемся. — Диабет второго типа. Останутся ли льготы для диабетика второго типа? Или у нас все льготы отмениваются? — Почему нет? — Спрашивает Макарова Рейса. — Льготы у нас закреплены на государственном уровне. Это само в программе. То есть все зависит от того, вышел этот человек из этой программы льготного, монетизировал ли он, вернее так, монетизировал ли он свою льготу. И те льготы, которые закреплены на федеральном уровне, они все остаются. Речь идет о дополнительной поддержке, о чем мы с вами раньше говорили, о дополнительной поддержке какой-то части, незащищенной части на уровне города. Вот здесь надо разговаривать с руководителями, с отцами города. — Мы с вами беседуем уже 25 минут. Я предлагаю ненадолго прерваться. Короткая пауза, после чего мы продолжим с вами беседу. Дорогие телезрители, оставайтесь с вами. Я напоминаю, телефон нашей редакции 601-31. А я напоминаю, что в прямом эфире канала 16 актуальное интервью и наш гость, главврач КБ-50 Сергей Борисовичоков. Сергей Борисович, в паузе пришли новые вопросы. Зритель спрашивается, почему врачи на приеме ругаются матом? — Ну, вот вы знаете, конечно, врачи не должны ругаться матом, поскольку мат в общественном месте — это административное... — Мне кажется, никто не должен ругаться матом. — Да, никто не должен ругаться матом. Конечно, мы должны терпеть хамство, мы должны терпеть грубость, угрозы. И как бы все это терпеть, поскольку это является одним из симптомов заболевания. Но вот в качестве общего рецепта я могу сказать следующее. Попробуйте с врачом разговаривать нормально. Может быть, в ответ и не услышите тех слов, которые он вам сказал в прошлый раз. — Еще один вопрос. Я так понимаю, жалуются, что хотят сократить в протезировании молодых врачей, а пенсионеров оставить, спрашивает Татьяна Ивановна. Почему так? — Скорее всего, что это речь идет о зубопротезном отделении или зубопротезном кабинете. Надо сказать, что мы сегодня не выдерживаем конкуренцию с частными клиниками. Ну и вообще такая интересная ситуация возникла. То есть врач-протезист, который в наше советское время был самым богатым, самым обеспеченным врачом, помните, там, да, пиджак замшевый, три штуки и так далее. Значит, в этой ситуации мы вдруг начали доплачивать до минимальной заработной платы. При этом, когда мы говорим врачам, пожалуйста, вы определитесь, вы где работаете? В частной клинике или у нас, поскольку в частной клинике я зарабатываю деньги, а у нас они получают льготы. Те, которые как бы вот это самое... — Два гриба на ложке. — А? — Два гриба на ложке. — Ну, наверное, так, да. Вот в этой ситуации, ну, никто не определился. Мы очень долго за этой ситуацией смотрели, значит, разными карами, встречались, ну и я вообще был сторонником вообще закрытия зубопротезной лаборатории в больнице. Меня убедили на какое-то время ее оставить. А что касается, кого сокращают, конкретно по фамилиям, то, ну, есть механизм, есть закон и есть правила, по которым нужно действовать. То есть я думаю, что отдел кадров у нас пройдет по всем этим правилам и оставит самых квалифицированных в это, самых врачей. Может быть, они будут уже взрослого возраста, но то, что они работоспособны и квалифицированы будут, сомнений нет. Но при этом это решение пока только на полгода. То есть, скорее всего, что если те врачи, которые останутся работать, не поменяют отношения, это самая больница, они все, кто там работает, они все работают еще и в частных клиниках. Вот, то, наверное, мы этот кабинет уже, мы, наверное, закроем со всем. А у нас тем временем звонок на линии. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Елена. Вопрос такой. По поводу расходных материалов, как бы, деткам. Звонила в Министерство здравоохранения буквально вот на прошлой неделе. Значит, процедура получения расходных материалов такова, что наша заведующая детской поликлиникой должна подать списки на детей, которые находятся на помпах, на инсулиновых помпах, чтобы семьи могли получить расходные материалы. Расходные материалы будут выдаваться один раз на три месяца. Вопрос в том, что вот первая карта уже, как бы, конец не за горами, вот, и, как бы, хотелось бы успеть получить то, что, ну, как бы, положено по законодательству. Можно как-то распоряжение дать, или я не знаю, как у вас правильно в структуре, как бы, градации это идет, да? То есть, если с вашей стороны это будет направлено непосредственно заведующей детской поликлиникой, может быть, дело побыстрее пойдет, потому что финансирование в Нижегородской области идет полным ходом, и деньги на это выделено, и все уже закуплено. Вот. То есть, меня волнует вот этот вопрос. Да, Елена, хочу вам сказать, что это у нас занимается не заведующей детской поликлиникой, а руководитель ПВД, это самое повыше. Эту информацию мы оперативно передаем в Министерство здравоохранения Нижегородской области. Если она туда не доходит по каким-то причинам, то это нужно немедленно исправлять. Поэтому, вот, если можно, вы позвоните мне в приемную, или со мной свяжитесь, или вы с Ивановой Раис Александрой, оставьте свои координаты, и мы посмотрим вот эту цепочку, где она потерялась, насколько потерялась, где есть деньги, где нет денег, потому что бывает ситуация по-разному. Бывает ситуация тогда, когда только вмешательство министра позволяет правильно направлять деньги для лечения наших больных городских. И давайте, может быть, мы озвучим номер телефона приемной. 6-0-0-71. Ну, и еще один источник, как бы, такой канал связи, это, как бы, на нашем сайте. Вы можете задать прямые вопросы, и все эти вопросы, и вопросы, и ответы я все смотрю, и он контролируется, как бы, правильность ответов и решений по ним. Еще один вопрос. Вера Павловна жалуется на то, что сложно записаться к травматологу, и ее выгнали из рентген-кабинета, когда пришла за описанием рентгена. Вот с травматологами что у нас в Сарове? Значит, с травматологами ситуация интересная. То есть, если у нас работают в поликлинике, в Сарове с травматологами хорошо. Значит, могу сказать, почему... Да, могу сказать, почему хорошо, потому что уровень летальности от травм, то есть, это такой один из показателей, который характеризует вот развитие структуры, это время, как бы, получения медицинской помощи после начала травмы. У нас существенно ниже, в разы ниже, чем в Нижегородской области, и в Нижнем, это самое, Новгороде. Но плохо у нас с травматологами в поликлинике, в какой части? Значит, если посмотреть, то в целом они, два травматолога, они свои объемы не вырабатывают. Но у них есть критические, как бы, времена, когда появляется массовое обращение за травматологической помощью. Например, период гололеда, например, начало садово-городных работ. Вот там конец апреля, начало мая, это будет высокая, как бы, потребность в обращении травматологов. Иногда это ни с чем не связано. Хорошая погода на улице, значит, все замечательно, но вдруг там выдали внеплановую заработную плату или какое-то подразделение празднует свое там юбилей, и опять там по это самое пошли. Поэтому мы пытаемся по-разному. Если сейчас по другим специалистам мы понимаем, как наладить очередь и плановость, как бы это самое приемы, по травматологам пока этого понимания нет. Поэтому я думаю, что мы, наверное, начнем в ближайшее время выкладывать запись в электронном формате не на весь прием, а на какое-то количество приемов, чтобы те, кто попал экстренно, могли как бы это самое попасть. А те, кто могут ожидать, они пришли бы это самое с ожиданием. В то время, когда они это самое записались, вот ситуация будет это самое налаживаться, я думаю, что будет полегче попасть. Что касается описания вот в рентген, ну, я должен здесь разбираться по конкретной ситуации, потому что, может быть, такая ситуация стоит в очереди. Людям как бы это самое делают исследования, да, то есть входит человек, это реальное, она вот совсем недавно, мы ее разбирали, входит человек, говорит, я ничего не знаю, вот выдайте мне описание. Ну, посмотрите, описание выдается там с 13 до 15, сейчас еще 11. Мне это неинтересно, вы мне обязаны выдать описание. Может быть такая ситуация. Может быть ошибка нашего сотрудника. Здесь надо разбираться конкретно, поэтому, пожалуйста, по тому же телефону либо через электронную почту с указанием конкретных данных, по которой бы мы смогли связаться. Идем дальше. Поликлиника номер 2. Вопросы к ней. Почему во время приема врача куда-то вызывают, и его подолгу нет? До двух часов отсутствует. Больные сидят и ждут. Опять какой-то частный случай. Значит, ну, этого не должно быть. Да, если, вот смотрите, что мы сейчас стараемся добиться в обеспечении приема врача. То есть мы пытаемся, используя электронные системы записи и контроли за вот этой записью, это то, чтобы пациент не ждал больше 12-15 минут. Значит, исключение составляют, наверное, вот эти вот периоды повышенной заболеваемости, когда мы не можем прогнозировать, сколько к нам там придет в понедельник. Ну, например, если средняя нагрузка на поликлинику детскую, там 200-250 человек, то по понедельникам сейчас приходит от 400 до 500. Понятно, что в этой ситуации возникает как бы очереди. Поэтому вот еще одна причина, на которую может врач отлучиться, это оказание экстренной помощи кому-то в поликлинике. Такое тоже может это само произойти. Но, в принципе, это очень редкая ситуация. Поэтому давайте как бы вместе это само разбираться. Мы очень заинтересованы в том, чтобы как бы и пациенты не сидели, не ждали, и у врача была плановая нагрузка, поскольку в режиме стресса работы можно сделать... Есть вероятность, что врач сделает больше ошибок и будет сильнее уставать. В 2017 году во ВНЕФ Александр Тихонов отвечал на вопросы и сказал, что по отчетам КБ-50 с медицинским обслуживанием в Сарове все хорошо. Тогда почему такая высокая смертность? Задает вопрос. А какая смертность у нас в Сарове? А я запросила данные, когда получил этот вопрос. За январь-июнь 2018 года, то есть за первое полугодие прошлого года, по данным отдела ЗАГС, в городе было зарегистрировано 398 родившихся и 537 умерших. Естественно, убыль составила 139 человек. За 6 месяцев 2017 года, естественно, убыль была 98 человек. То есть смертность выросла. Значит, смотрите, во-первых, смертность... Убыль выросла. Значит, вот вы сегодня говорите о числе родившихся и числе умерших. Это нерождаемость и смертность. Значит, у нас по итогам 2018 года смертность 10,1, по-моему, промилей. То есть 10 человек из... На каждую тысячу жителей города 11,3 смертей. Это было в 17-м году. В 18-м году. В первом полугодии 18-го. Значит, за весь 18-й год у нас 10 с чем-то. Это самое промилей. Понизилась в конце. У нас на 20-30% ниже, чем в среднем по России и в полтора раза ниже, чем в среднем по Нижегородской области. Поэтому говорить о высокой смертности не приходится. Значит, вот другой вопрос, что во время счастливого советского прошлого смертность была 9,2 и 9,8. Сейчас у нас 10,1. 9,2 и 9,8 была. Самые тяжелые времена, это вот 92-й год, значит, потом 98-й год, смертность у нас достигала до 14 промилей. Она всегда была ниже, чем в Нижегородской области и ниже, чем в целом по России. Но вот такие вот от 9,2 до 14 такие бы это самое дипозоны были. Поэтому, если говорить в целом о смертности, она у нас существенно ниже, чем в нашем окружении. Второй вопрос, что не только медицина влияет на смертность. Вот если посмотреть, наложить как бы кривую за 15-20 лет и кризисы, которые возникали в стране, и смертность, она будет совершенно как бы параллельно вот эти две кривые, они в это самое будут идти. И как бы еще один момент, который нужно это самое понимать. Если сейчас, если у нас 90-е годы, начало 2000-х лет, это были смерти алкогольные, большая часть алкогольных смертей, она маскировалась под разными заболеваниями, травмами, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сейчас этих смертей стало меньше, но появились молодые люди, которые начали умирать от химической интоксикации, и как бы с этим связано. Ну и у нас растет средний возраст умерших, это тоже как бы радует, поскольку мы все умрем, я должен вам сказать эту нерадостную новость, но желательно, чтобы она была попозже. У нас каждый год, вот средний уровень умерших, он увеличивается примерно на полгода. А примерно какой возраст характерен для Сарова? В среднем? Значит, сейчас у... Так, сейчас скажу, 68 лет мужчины, 76-77 женщины. Но мы эти показатели, мы обычно все вот эти показатели публикуем, обычно там в середине марта, то есть мы их обработаем достоверно и публикуем как бы точные показатели, и они вообще все есть. Их можно посмотреть, опять же, на нашем сайте. Мне сообщают, что у нас на линии звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите чуточку погромче, пожалуйста. Меня зовут Татьяна. Здравствуйте. Я в октябре прошлого года поступила на оперативное лечение в гинекологическое отделение. Ну, диагноз мой достаточно распространенный, но случай был не совсем обычный. И, пользуясь моментом, пользуясь возможностью пообщаться с Сергеем Борисовичем, я хочу выразить огромную благодарность всем сотрудникам гинекологического отделения. Я была очень успешно прооперирована. Огромное спасибо. Быстро восстановилась. И просто всем вот здоровья и всего самого доброго. Огромное спасибо. Это были самые незабываемые моменты в моей жизни, когда я поняла, что все-таки не все не так плохо. Все очень замечательно. Спасибо. А можно я прокомментирую? Да, конечно. Вот вы знаете, один из основных стимулов работы врача это слова благодарности. Ни конфеты, ни бутылки с алкоголем, ни купюры, которые иногда пытаются совать в карман, это унижает обоих людей. А вот эти слова благодарности, которые мы слышим, и слышим мы гораздо чаще, чем, может быть, кажется многим. И вот, пользуясь тем, что, наверное, сейчас нас достаточно много жителей слушает, мы сейчас проводим конкурс в больнице по рассказам про тех врачей, медсестер, которые оставили след там в жизни. Я призываю вас, и вас, и жителей этого самого города, призываю вас поучаствовать в этом конкурсе. И даже дело не в том, что мы там какие-то будем призы и подарки. Делаться все не в подарках. Сейчас вот такая уникальная ситуация, поскольку есть еще и жители города пациенты, и врачи, которые помнят вот тех первых, которые начинали делать больницу, которые создавали, которые здесь работали, которые здесь проработали всю жизнь, они пришли молодыми специалистами. Некоторые из них, или даже уже многие ушли из жизни. Поэтому, если можно, присылайте эти рассказы. Мы не претендуем на литературность, поскольку понимаем, что трудно ожидать. Главное искренность. А главное искренность и главное память. Я думаю, что нам очень важно сохранить общую память. А хорошее отношение со стороны пациента к врачу, это за рубежом называется таким красивым словом комплоентность, приверженность к врачу, к лечению. Но, по сути, это одна из таких важных составляющих эффективности лечения. Ну и врач понимает, что он старается не просто так. Не просто так. Это да, это тоже имеет большое значение. Блок вопросов от сотрудников КБ-50. Спрашивают, врачам отменили надбавки за вредность и прибавку к отпуску за вредность. Например, хирургам за контакт с инфекционными больными. Почему эти надбавки отменены? Значит, есть такое страшное слово, специальная оценка условий труда, которая проводится экспертной комиссией и определяет, есть на данном рабочем месте вредность или нет. Значит, для, к сожалению, не так. Значит, в 96-м, 98-м году, когда это было еще можно, и когда врачи получали очень маленькую заработную плату, врунтаристским путем мы приняли решение о том, что у нас все медицинские работники работают во вредных и опасных условиях труда. И всем медицинским работникам добавили отпуск в две недели. Вот сейчас, после специальной оценки условий труда, эти отпуска отменяются. Они не только у хирургов, и у терапевтов, и у гинекологов, и у меня, как у руководителя, у меня у первого, кстати, его убрали, без специальной оценки условий труда. Просто сказали, что вот с завтрашнего дня у вас отпуск на две недели, это самое меньше. Это действительно болезненно, я помню свои ощущения. Но для сотрудников могу сказать, что эти деньги, которые раньше были за отпусками, они никуда не делись. Они остались в больнице, и мы вот в 2018 году существенно повысили заработную плату. Например, у врачей порядка 25% повышения заработной платы было. То есть это такое существенное, в наше сложное время, это существенное повышение. Но на все остальные вопросы, по специальной оценке условий труда, я отвечал на многочисленных конференциях, на встречах с коллективом. Я думаю, что жителям города это будет не очень интересно. Еще один вопрос, опять-таки, от коллектива. Почему санитарок перевели в уборщиц служебных помещений, вместо регистраторов операторы? Должностная инструкция при этом осталась та же, обязанности выполняют прежние, но зарплата меньше. Это неправда. Во-первых, никто не переводил. Все написали заявление добровольно. Мы тем, кто написал заявление добровольно, выплатили достаточно существенную компенсацию за перевод. То есть мы всем, кто написал заявление, это было, по-моему, то ли до 1 марта, то ли до 1 апреля прошлого года, выплатили одновременно по 30 тысяч рублей. Значит, те, кто не захотел переходить, их было 1 или 2, они ушли через институт сокращения, через технологию сокращения. Значит, для чего это сделали? Дело в том, что у нас есть майские указы президента, по которому для санитарок должен поддерживаться уровень средней по области. Это уровень, чтобы вы понимали, учителя средней школы. Цифра? Цифра, ну, 28 900. Значит, 28 900. У них реальная зарплата, средняя зарплата была, ну, 18-20 тысяч. Где-то вот на тот момент вот таким вот образом. Такая она была. Значит, здесь возникало две проблемы. Первая. Чтобы занимать должность санитарки и младшей медсестры, нужно было пройти сертификационные курсы и сдать сертификационный экзамен. Тот контингент, который работал у нас в большинстве случаев, был не способен к этому экзамену. И мы реально могли бы потерять вообще этих работников. Это был первый посыл. Второй посыл был тем, что вот для того, чтобы как бы выдержать этот майские указы, от нас потребовали безусловное выполнение, не увеличивая при этом тариф. То есть мы должны были затратить дополнительно порядка 50 миллионов рублей на эту категорию. И третий был посыл, следующий, что те больницы, которые пошли вот этим путем, то есть часть больниц пошла путем механическим повышением и выполнением этих майских указов. Они получили проблемы со средним медицинским персоналом. То есть работник со средним медицинским персоналом, высококвалифицированным, говорит, а с какой стати вы санитарке платите столько же, сколько мне медицинской сестре, там, хирургической, операционной и так далее, и так далее. Значит, поэтому мы эту ситуацию, я считаю, что достаточно безболезненно прошли. Я встретился со всеми младшим персоналом, со всеми медицинскими регистраторами. Зарплату из них никто не потерял. У всех повысилась эта заработная плата. Но они не стали получать столько, сколько получают медицинские сестры. Поэтому, конечно, может быть, у кого-то чувство потерянное осталось. Значит, ну, что могу сказать, что мы сейчас летом планируем, то есть в некоторых подразделениях мы понимаем, что там должны быть квалифицированные работники и младшего звена, то есть младшие медицинские сестры и санитарки. Кто хочет перейти на эту работу, это в основном реанимация, оперблок, может быть, та же травматология, кушерское отделение, то есть где тяжелая работа по уходу за пациентами, где требуется квалифицированный труд младшего медицинского персонала. Пожалуйста, обращайтесь в отдел кадров, оставляйте свои координаты. Мы, скорее всего, что осенью наберем группу, проучим ее и переведем на работу вот в эти отделения уже на другие должности. Время нашего эфира подходит к концу. Осталось буквально пара минут, поэтому один последний вопрос. Очень жаль. Сообщают, да, вопросов, к сожалению, еще много, не все успели. Сообщают, что спрашивают зрители про закрытие роддома, и нам звонили, говорили об объединении гинекологического отделения с роддомом. Вот немножко закрывают, не представляю, что могут закрыть роддом. Объединяют, если объединяют, с чем-то связано. Вы знаете, я не знаю, в чьих воспаленных мозгах возникла эта идея о закрытии роддома. Значит, она муссируется уже года два или три. Значит, по этому поводу пишут президенту Российской Федерации, пишут прокуратуру, проследственный комитет и так далее, и так далее. Никто никогда, даже мысли не было, закрывать роддом. Значит, это как бы первое. Второе. Для того, чтобы эффективно использовать медицинский, квалифицированный медицинский персонал, мы рассматриваем сейчас, вот рассматриваем вопрос о переходе гинекологического отделения на один из этажей Укашерского отделения. Дело в чем, что Укашерское отделение строилось для 1200-1500 родов в год. Сейчас у нас где-то от 650 до 800 родов в год в нашем роддоме проходит. То есть нагрузка на это здание в два раза меньше. А врачи одинакового профиля, и мало того, что им достаточно часто приходится идти друг к другу на помощь при разных ситуациях. Поэтому мы сейчас рассматриваем возможность, можно это или нет, с точки зрения санитарных правил, с точки зрения противопожарных правил, перевести гинекологическое отделение в Укашерское отделение. Но это пока только в стадии рассмотрения. Роддом не закроют. Приходите, рожайте, мы вас всех встретим. Запишем прием ваших детей, как папы принимают детей на камеру, дадим эту запись, и вы будете счастливы. У меня, кстати, в нашем роддоме родились и внук, и внучка, и мы очень довольны этим событием. Сергей Борисович, мне кажется, нам надо чаще встречаться. Вопросов много, все мы обсудить не успели. К сожалению, время эфира подошло к концу. Спасибо, что выделили это время, пришли, ответили на эти вопросы. Это был Сергей Оков. Спасибо, до свидания.